Приветствую вас, Анастасия. Есть у меня такое вот ощущение, что не закончили вы отношения с молодым человеком, смотря на то, что расстались, смотря на то, что удалили вы его везде и прочее. Есть у меня такое чувство, потому что стали вам приходить сообщения, стали вам приходить угрожающие сообщения. Я понимаю. Но если вам стали приходить угрожающие сообщения, что вам нужно было или обращаться в полицию, или блокировать номер телефона, с которого вам это присылали. Но вы не сделали этого. Вместо этого вы решили выяснить отношения с парнем и, в общем-то, обвинить его. А вот, я вот правда не понял, вы сказали, что он признался во всём, но как бы из текста не очень понятно, он признался в чём именно. То есть, в том, что он писал это сообщение, в том, что это был он или что. То есть, получается, что кто-то писал сообщение его девушке, он в ответ писал это сообщение вам. И вы хотите понять, почему он это делал, от обиды ли это делал он. Простите, а какая вам разница, что руководил мужчиной? Может быть у него девушка такая ещё более самовлюблённая, чем он. и она его мотивировала писать. Может быть он столкнулся с каким-то прочным этой девушкой и она обвинила вас. Вариантов-то много. Вопрос в том, как вы все это воспринимаете и что вы чувствуете. То есть, вы говорите, что были в щёке и просили молодого человека остаться. Унижались перед ним. О чём это такое? Это так говорит. Говорит об эмоциональности излишней. Говорит о вашей привязанности к нему. О нуждаемости в нём. Дальше. Вы пишете, что о ваших отношениях никто не знал. Почему вы боялись, стеснялись, скрывали свои отношения? Почему никто не знал? Вопрос. Вопрос. Вопрос, на который нужно найти ответ. Далее вы говорите, что помогите мне, иначе эти мысли будут меня до конца жизни преследовать. Каким-нибудь. То есть, есть чувство, что вас просто вот эта ситуация задела. Что кто-то мог подумать, что вы можете написать грязь. Ну, да, это вопрос вашего восприятия себя. Это вопрос того, как вы к себе сами относитесь. То есть, не сформированное представление о себе порождает такую вот историю в такой момент. И скорректировав вашу потребностную сферу, то есть сферу того, чего вы хотите. Скорректировав ваше представление о себе, я думаю, что проблему вполне себе можно будет решить. А, еще стыд. Еще, возможно, проблема стыда присутствует у вас. Ну, это не точно. Ну, вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация решится самым лучшим образом. Удачи!